Пелазгам, убившим своих детей и жен, земля ни плоды не принесла. Видимо, ни жены потомства не родили прежде, а ни земля не принесла плоды, ни жены не родили потомства прежде этого. Тут еще сравнение есть. Подобно тому, как и до этого? Имеется в виду не то, чтобы они совсем перестали рождать, в смысле перестали рождать столько, но столько много, чтобы это можно было сравнить с предыдущими показателями. Подобно тому, как все эти сущности от женщин до стат рожали и до этого. Правда, Кай не знаю, зачем тут нужно, честно говоря. Зачем Кай? Непонятно, честно говоря, зачем Кай? Я не чувствую. Давайте дальше, да? Питзоминай. Питзоминай делима. А по идее, эздаль вхуз, эпем пон Люсинцена. А это соминай тон пареонтон, как он? Пареонтон. Да, пареонтон. Как он? Значит, страдающие от голода и бездетности, они отправили в Дельфы. Какое-то причастие пассивное, да? Пассивное причастие. И Лимо Кай Апайди – это дативус инструктор. Ну, может, это даже ауктория, да? То есть угнетенное, буквально подавленное, приведенное в бедственное положение голодом и бездетностью, да? Угу. Они отправили в Дельфы на посольство имеется в виду. Да, тут, получается, Пэмпо без объекта. Такой, я смотрел, ну, такой может быть, да. Люсин – это не объект, я думаю. Это не объект от Пэмпо. То есть они послали посольство в Дельфы? Ну, как бы, и спрашивая освобождение от насущных бедствий. Ну, да. Какой-нибудь. Тут еще, смотрите, а это Сомина понятно, да, что это футуральное причастие СОО. Оно формирует тут эту целевую конструкцию с целью, да, спросить. Потом спросить, что, какой-нибудь выход разрешения, люсис какой-нибудь, да, от ЛЮО. А от люсис уже зависит вот эта генитива, да? Да, да. Он прям, как он. С целью выпросить какое-нибудь разрешение сложившихся проблем, да? Ну, ладно, давайте дальше. Пифия им приказала воздать справедливость Афининым. Таким образом, как сами Афини присудят, решат. Да-да-да. Пожалуйста, давайте дальше. Алтхон, да. Алтхон, тогда я стал Дхеновской Пеласгой, кайдикас, эпангеллантобеломеногидон и пантозду адикэматоз. Значит, прибыли же они в Афины, Пеласге и объявили, что они не в Афине, Они желают дать справедливость, дать возмещение, удовлетворить правосудие за причиненные несправедливости. Вот тут точно гидивус криминис. Так, ну давайте дальше. Что это за глаголок такой? Стромотус. Стромотус. Знаете, есть такое сочинение, стромоты, как бы ковры. Стромотус не умеет расстилать. А в новоагрическом нет такого, похожего какого-то. Может быть, есть. Сделить, как бы. Сделить, расстилать. Афине же в Британии... Расстилающая кровать. А есть же, извините, есть же, по-моему, какое-то слово, типа простыня, что ли, или одеяло. От этого глагола нет? В общем, ладно, извините, да. Мне кажется, прям по глаголу похоже. Стромотус вроде бы есть глагол. Стромотус. Значит, расстилая они кровать, какую имели наилучшую, и стол полный всех благ, разложившую. Приказали пелазгам передать землю их, которую имели. Подожди, 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 они приказали, чтобы пелазгий, акузотиловскую инфинитиву, да, им, то есть афинянам, да, передали парагиды, что передали землю, гуто эхусон. Эхусон – это причастие, да, в данном случае, согласованность с землей. То есть настолько же, настолько же богатую, как вот то, что они разложили у себя на столе. Да, я не заметил. То есть самый лакомый кусок, чтобы они отдали своей земле, взамен за убитых детей и женщин, да? Пойде пелазгой, теплабонта, сейпан, эпиан, барея, аниму, аутомерон, эксамюса, неусектыз, геметерес, стэн геметерен, то те парадосом эпистананой тута эйной адюна тунгенесткой. Пегараттикепрос нотанкейтан полонтэс лэнно. Значит, пелазги в ответ сказали, после того, как корабль какой-то приготовленный, сейчас я соображу, что-то на их сведу. Вспомни, ну, это ветер, да, понимаете, анем, северный ветер, барея, анема. Это выражение, аналогичное выражению после греческих колен, то есть никогда. Понимаете? Это понятно, да. А что значит Аутамирон, Эксанюс? Это Тимирон, Тимирон, это день, да, Аутэ Тимирон, то есть в тот же день, то есть апеласки сказали, апеласки... Одним днем, получается, да? Нет, тот же же, наверное, в тот же момент, в тот же день, когда, то есть мы отдадим вам самые лучшие места нашей земли в тот же день, когда с северным ветром корабль как бы достигнет, да, ну, это футурно, потому что есть Ан, да, а это все вместе футуральный казус, когда корабль из нашей, ой, из вашей в нашу землю доплывет. А это, возможно, по каким-то там географическим причинам. Вот тогда-то, ну, это уже футурно, на чистом виде. Тогда-то мы кто-то, да, тогда-то и мы парадосами. Тогда мы передадим, да. Значит, тогда мы передадим свою землю вам. А это, как бы, это было, этому случиться было невозможно. тут какой-то, видите, два инфинитива, да, ой, знающие, сейчас я отключу, знающие пистамены. Да, что этому невозможно случиться. то есть, а дюнатон здесь, это, 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 акузатив, знающие, что это есть невозможное, а дюнатон исти, да, поэтому тут не исти, а ими, потому что это уже второй уровень, да, после пистамены. а потом начинается новый оборот, знающие, что это невозможно, чтобы это возникло. То есть, и туто, это акузатив, и дюнатон акузатив. Короче, тут такая матрешка, да, так, и последнее, да, Гегар. Ну. А, Атика же находится намного южнее, чем Лемос. Ну, только ниже, а ведь, да, это объяснение. Субтитры сделал DimaTorzok